Илюша, если ты поедешь в октябре, обязательно одевайся теплее. Не забудь, перчаточки теплые, с короткими пальчиками не подходят. И шапочку потеплее. А самое важное, ботусики. Их надо реально утеплить. Надеюсь, ты это услышишь. Мы погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотри, вот здесь вот, чтобы вот эти все, чтобы он нам ничего не оборвал, потому что хороший есть, чтобы он не ушел. Вот это хороший дом, а вот здесь есть, короче, этот тоже более-менее нормальный. А здесь сейчас, вот она, видишь, она тут вся запутана, ее переделывать надо. А это да. И крючки здесь, говно, крючки выбрасывай сразу, вот эти, новые будем ставить. Ребята, всем привет. Мы на базе Левада. Приехали, значит, какое у нас сегодня число-то? Мы не знаем, какое сегодня число. Короче, мы приехали сейчас на конец сентябрьской рыбалки. Первое утро. Начинаем собираться. Сейчас будем слеповать наше плавсредство. Лодка Bestor 450 румпельного управления. Многие сейчас у меня вот в личку спрашивают перед поездкой, как она себя ведет на воде, как у нее остойчивость, как она, значит, клюет носом, не клюет носом и тому подобное. Значит, данная лодка не клюет носом на полном ходу. То есть, и если человек сидит посередине. Я у данной лодки укоротил фиш-платформу. Она должна была быть вот где-то вот по сих пор. Укоротил фиш-платформу. И поэтому, если раньше человек сидел вот здесь, как сейчас я вот ящик поставил, и теперь у меня человек тоже сидит здесь, пассажир. Если ящик убрать, и на моей, короче, платформе получается, человек сидит здесь. И поэтому, если еще два человека сюда посадить, там и там, то когда лодка дрейфует, ну, скажем, мы идем троллингом или просто сплавом идем, да, то лодка, да, начинает под весом, как мы, соответственно, нагрузили нос, и под весом лодка немного, ну, как бы, клюет носом немного. Вот. И это, как бы, ну, не совсем симпатично и не совсем удобно, когда на волне. Но, когда, значит, я поставил сюда ящик, вот, и человека посадил сюда, проблема, данная просто исчезла. То есть, лодка идет прямо. Видео тоже, как мы постарались прикрепить, мне ребята сняли со стороны, как она идет, когда человек сидит здесь. То есть, она идет ровно и обалденно. Когда лодка идет на полном ходу, когда лодка идет на полном ходу, она вообще не клюет ни капли носом, она, наоборот, нос у нее, как бы, немножко приподнят, и не сильно, как бы, вообще, как бы, прямо, вот, с немного приподнятым носом. И очень превосходно, очень шикарно, она режет волну и проходит довольно-таки приличные волны. Так, почему я уменьшил фиш-поу? Ну, во-первых, он такой большой не нужен, а во-вторых, внутренний кокпит, внутренняя вот эта корыта у меня стала больше, и благодаря этому я стал перевозить больше вещей. Вот, о данном ящике. Данный ящик. Данный ящик, это у нас ящик от компании Iris, и серия у них RV Box. Вот это, в данном случае, 700-я серия, с усиленной крышкой. Данная крышка на ящике выдерживает более 100 кг. То есть, вот, ну, любые люди у меня сюда садились, и по волнам, как бы, наоборот, очень приятно сидеть, она немножко, как бы, так прогинается, амортизирует и выдерживает все эти нагрузки. То есть, это у меня как полноценное сидение и как рундук. Сюда можно положить куртки, ну, разнообразные, короче, вещи или какие-то снасти. Данный ящик я брал у компании 4х4. Ссылку дам под видео. У этих ребят, кстати, есть еще в Тверской области там свой сервис по подготовке автомобилей. Ну, как всяким внедорожным, значит, путешествием. Вот повезу свой новый внедорожник, посмотрю, что они мне предложат какие-то... Как могут они мне его модернизировать, скажем так? Я с ним предварительно разговаривал. Они говорят, приезжай, посмотрим, что можно будет сделать. Вот, и у них есть полигон. Там же хочу свою машину тоже потестировать, видео поснимать. Называется парк Павлово. Данный парк как раз предусмотрен для всяких тест-драйвов и тому подобное, для развлечения такого клана. По их рекомендации еще взял вот такой автохолодильник. Ребят, это, ну, как говорится, не реклама, но реклама. Реклама реально очень хорошие вещи. Вот. Я теперь его постоянно собовожу. У меня до этого был немного другой холодильник. И чем он мне не нравился... Ну, он, в принципе, вообще хреново охлаждал. И, ну, бестолковый. Это был, в принципе, термо... термоящик со сменной крышкой. То есть крышка просто у него менялась. Он мог бы идти как просто термоконтейнером, термоящиком. А мы ставим крышку со шнуриком, как бы с электричеством, да? И он превращался в этот... в автохолодильник. Но толку от него было никакого. И моей супруге он не понравился. Вообще нашей семье он не понравился. И так он у нас и валяется на чердаке, скажем так. Кому-нибудь, кстати, может быть, как-нибудь подарю. Вот, если... Ну, в принципе, охлаждает, но вообще просто настолько фигово, что мы с ним не стали пользоваться. А данный холодильник, данный автохолодильник, плюс у него, он работает и от сети 220, и от прикуривателя, да? Вот, вот у него тут еще всякие предохранители в комплекте идут. Вот, есть регулятор. Вот, я тут тестировал. То есть, сколько градусов там? 13 градусов. То есть, если просто его убавить, сделать на минималке, чтобы он там поменьше шумел, он немного шумно, в принципе, работает, как бы, ну, терпимо. Вот, то внутри будет 13 градусов. Это при температуре... Ху-ху-ху-ху-ху, при температуре... При температуре, где-то, по-моему, градусов 25-30. Внутри будет 13 градусов. Если вот сделать на максималку, то градусов 8 будет. Вот сейчас мы в машине ехали. В машине я его вез. Он стоял у меня, значит, вот здесь. Вот, кстати, еще один первый бокс, только до 900-й, с крышкой. О нем, я говорю, немножко попозже сделаю. Обзор как раз, вот, я не буду сюда делать машину, никакие полы дополнительные. Вот. А установлю вот такой бокс. Сейчас у меня в этом боксе, значит, ну, лежат снасти. Вот. А когда приеду с поездки, вот, или возьму второй такой бокс. Вот, вот, с крышкой, очень удобно. Вот, один с снастями останется, вот, 900-й серии, 900-D. Вот. А второй оставлю вот так в машине. То есть, здесь как полка получается, можно сюда что-то положить, да. Может быть, какую-то сетку натянуть, там, еще что-то. Ну, короче, как полка получается. И внутрь я положу, не знаю, там, какие-то вещи, которые, чтобы здесь, поэтому не прыгали. Ну, скажем, какие-то инструменты, там, масла, там, я не знаю. Ну, какие-то вещи. И, короче, вот такую сетку натянул. Сейчас у нее просто бардак. Но потом, как бы, я говорю, все это дело разберу. И все. И мне здесь больше ничего не надо. Потому что, если сюда сделать, скажем, какой-то, ну, дополнительный пол, да, если сделать дополнительный пол, да, то сожрет вот столько места где-то. То есть, надо делать так, чтобы хотя бы палатка влезла, да. Это довольно-таки прилично сожрет место. Ну, скажем, вот. Вот так точно. Вот. Там, это сколько здесь сантиметров, не знаю. Ну, сантиметров 20 сожрет. А если сожрет, а если сожрет 20 сантиметров, если сожрет 20 сантиметров, то в данный, в данный багажник мы уже положим меньше. В этот багажник я сейчас запихнул очень много вещей. То есть, да, у меня получилось вот ряд. То есть, я вот так вот, да, выложил все, грубо там, какие-то вещи. Вот у меня, значит, ящик тоже. С катушками, с сностями. Вот, я выложил. И на этот ряд я еще положил ряд. И у меня было забито прям вот так. То есть, по полочку. По полочку я забил. Даже полочку можно было закрыть. А если полочку снять, то можно сюда еще сверху третий ряд положить, да. Поэтому багажник довольно-таки вместительный. И убивать вот это место я, наверное, не буду. Данные ящики, они переносные. Очень удобно. Их можно вынести. Здесь можно два таких ящика поставить. Вот, так что я не вижу смысла в этих экспедиционных полах. Как они называются, там по-другому. Смысл, наверное, только один. Это если только, наверное, реально ночевать в машине. Они вроде как выравнивают пол. Опять же, я сам визуально это не видел. Но вроде как на фотографии выравниваются. Ну, а я вроде не планирую ночевать в машине. И опять же, допустим, если ночевать в машине, то можно какой-нибудь, как-то это все выстелить, скажем, там, положить какие-то мягкие одеялки. Вот, там выровнять можно все это дело. И кинуть какой-то самодувной матрас, и все будет нормально. Поэтому я проблем в этом не вижу. Так что не буду я брать никакие вот эти вот, то, что я в Инстаграм выкладывал, делать вот эти, городить, клетушки. Я оставлю нормальный, полноценный багажник. А, к холодильнику вернемся. Холодильник у меня стоял как раз вот здесь. Вот, прикуриватель. И холодильник стоял вот здесь. И очень, ну, здесь, как бы, кондиционера нет. Ну, здесь температура такая, скажем так, да, нажарела. Сейчас мы в мастер-канее ехали, наверное, нажарела. То есть, ну, здесь, в принципе, не прохладно. Как если там и кондиционер включать. Вот на самом радиаторе, так называемом, да, значит, был иней. То есть, ну, как бы, холодильник морозит так, на максималке. Ну, не морозит, скажем так, охлаждает. Он не морозит, он охлаждает. Вот. Охлаждает так, что на радиаторе образуются иней. То есть, довольно-таки хорошо. На том холодильнике он просто дул как вентилятор, который я рассказывал, автохолодильник, да, другой у меня был. Он просто дул как вентилятор. Этот реально что-то как-то охлаждает аж с налетом иней. Вот. Внутреннее пространство довольно-таки большое. Какой здесь у него объем? 37 литров объем на 37 литров вот я просто тестировал плюс 8 это при температуре или плюс 25 на улице короче я им доволен если кто искал такого плана холодильник он довольно небольшой но вообще небольшой сюда влазит довольно прилично очень прилично сюда я имею небольшой что вместо много машине не занимает все прохладельник провалку заканчиваем начинаем продолжать разборы значит наших ногтей и вещей и пойдем чуть позже световать лотку батя тут начинает уже с жмыховницами разбираться то что я вам говорил видео предыдущем вот иначе жмых делаем пропилы и вот сами жмыховницу вот она значит заготовка намотана леска 08 продета грузила 8 номер значит дальше продеваем бусинку делаем петлю удавку значит предварительно просунув кембрик кембрик нужен для того чтобы удавка не затягивалась намертво все сюда сейчас будем значит привязывать два поводка на простые грубо там два узла и все то есть как бы поводки я вам показывал они как бы сделается на одной леске с одной стороны привязываем крючок и с другой стороны рядом крючок складываем его пополам и как бы опять же на удавку я сюда просто ну как бы на удавку сюда делаю и фиксирую еще одним узлом все достаточно больше как бы ничего не надо и сезон отсюда уже не идет вот она уже готова вот у нас значит такой длинный поводки вот удавка видите затянута вот чтобы она до конца не затянулась вот это кембрика ей не позволяет а если бы не было бы этого кембрика то удавка затянула бы до конца ну вот так как-то все мы сейчас будем разбираться жмых я взял в этот раз какой-то трусич вот это говорят быстро он там размывающийся и взял не знаю без названия без ничего просто таким большим большим квадратом шелся папу это взял это все разбил вот на такие кубики ну разломал сделал пропил то есть вот этот жмых но когда пропиливается тяжело пилить я думаю что будет должен стоять как раз на ночь стоит нужно жмых который долго стоит чтобы блин не получилось так что мы поставили вечером только отъехали а он через два часа уже размылся и ночью постоял с пустыми крючками поэтому нужно хороший жмых который не открывается ну короче сейчас все это дело сделаем и будем забрасывать домки потом посмотрим судак говорят поклевывает сейчас на тебе не очень но у нас есть шанс сейчас температуру как раз будет воздуха падать уже принципе вода говорят упала на 2 градуса и через пару дней температура воздуха резко упадет сейчас допустим там два 26 29 на улице да сегодня обещают 29 а завтра уже будет 18 и потом как вообще всю неделю будет 18 градусов поэтому я думаю что температура воды тоже там через несколько дней упадет и возможно это даст толчок именно хищнику для активности очень много друзья мои бутылочников народ жалуется на бутылочников и джигиты жалуются и жалуются троллингисты само собой но очень много причем говорят ставят вообще бездумно безбашенно ставят так что ну то есть допустим вот стоит бутылка в метре ставит еще одну новая приезжает потом новый человек приезжает там в двух метрах еще одну стоит и короче это просто какой-то 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 огород бутылок получается вот зачем такие вот огороды городить я не могу понять но увидите пустая бутылка но если вы прям вообще лень вам если у вас там не знаю вам вообще впадал пользоваться якорями или деньги тратить вам не хочется на якоря не знаю какой причине все это дело закармливаете вы не закармливаете не могу понять ну опять же если вы закармливаете можно кормушку Бросить не с таким мешком здоровым, который поднять невозможно, а реально народ пробует поднимать, я сам пробовал поднимать данные мешки, поднять, которые на дно они бросают, это, короче, они наполняют их песком или, там, не знаю, гравием, щебнем, там, чем, бросают на дно, скорее всего, песком просто наполняют, вот, и данный мешок, его немножко еще подзатягивает тоже, там, да, илом, песком, его отодрать от дна нереально, то есть, даже мы пытались поднимать, ну, очистить, грубо говоря, это пространство, не получается, и то, что они говорят с собой, значит, увозят, забирают после того, сомневаюсь, поэтому огород такой получается, то есть, каждый новый человек, приезжающий, думает, что это чья-то бутылка и ставит рядом свою, опять же, не могу понять, зачем рядом ставить, вы же мешаться будете друг другу, для чего это все делается, понятен могу, так вот, это все делается, понятно для чего, это делается для того, чтобы, блин, лишний раз не якоря не тягать, и как они думают, что они там, типа, закармливают, там, еще чего-то, и там у них все рыбу больше кормится, опять же, на середине это делать не обязательно, не нужно, то есть, вообще, все это дело можно делать вдоль берега, вдоль бровок и поймаете намного больше рыбы, зачем, если это делать, непонятно, там гетеролингисты ходят, там гетеролингисты ходят, вы ничего все равно не поймаете, ну, по крайней мере, в таком количестве, как вы хотели и что вы хотели, поверьте мне, я, как бы, побили тоже немножко разбираюсь. Если вы хотите в облак какую-то ловить, то может быть там какую-то усикледявку наловите. А если вы хотите крупно ловить сазана, то вам нужно, грубо, все это делать, делать ближе к берегу. И на самом деле проще ловить сазана вообще с берега, а не солодки. И наловите довольно-таки больше, по крайней мере крупного точно. А если закормить, то закормить, наверное, можно, да, ну грубо, опустить какой-то кирпич там туда, полегче какой-то груз, который можно потом поднять, или вы поднимите, или кто-то другой поднимет и уберет все это дело. И сверху поставить бутылку, поэтому по этой бутылке уже опускать туда кормушки. Все. А сами бросаете якорь, грубо, рядом там, ну это все можно элементарно сделать. И бросаете уже ниже этой кормушки и уловите, ну, ниже по течению. Все элементарно. Зачем это все городить? Вообще, вредительством занимается вот эти мешки на дне, они на самом деле, мешки на дне, они потом так и остаются. То есть это вы засоряете дно реки. По сути так. Это просто я понять не могу. Плюс эти веревки, которые потом будут, когда, через сколько они перепреют там, через сколько они вообще просто исчезнут. Восторга, короче, от этого мало. То есть чуть ли не до драки доходит дело. Короче, вот так. Ладно, все. Мы разбираемся. Надеюсь, нам подфартит, потому что на рыбалке все-таки профессионализм на первом месте, умение ловить рыбу. Ну и фарт рыбацкий никто не отменял. Поэтому очень надеюсь, что я смогу сделать интересное видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Иди домой. Иди домой. Иди домой. Иди домой. Есть. Вроде неплохой пар. С поклёвкой, не бабер точно. Иди ко мне, родной. Сколько тебя ждал, а? Да, за двушечку точно. Давай поцепь. Да, это не багр. Это достойный. Внимание. Внимание. Под воде. Он достойный, не достойный. Душку вот ему. Эх, хотелось бы трешечку. Так, сейчас работает. Ухой. 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 Продолжение следует... 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 конечно тихо так поводок что ж такой тяжелый ты был гадюка я думал там трюндель а тут шмундель тяжелый да внимание небольшое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За само кольцо И я его выдернул оттуда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, прям щелчок Поклевка И судак Надеюсь Что-то наверх идет, мне не нравится Посмотреть кто это Ну был щелчок явный Поэтому я думаю, что это все-таки рыба Пойман за рот Давай, ты всегда с ним готовь Уже поздно Давай быстрее, давай-давай Я тебе тоже отвечаю Давай быстрее Судак здесь уже быстрее Блин Короче, уйдет Вези на губе Так, ничем я не успею его взять, наверное Придется рискнуть И взять рукой Силь дорожка Даже камеры не успел включить У отца опять Сальмур-фридайвер Даже не знаю, на это он успел коснуться, нет? Слабину тут не давая Не форсируй Так просто вываживай Не выкачивай Просто красный У тебя спиннинг мягкий Все за тебя сделаю Бага, наверное Наверх идет В сторону Похоже на бага Странно Ух, сумик Маленький сумик Ну что? Фейсбога Давай, плыви Итак, друзья мои Очередное утро Пять утра Начало шестого Задержались Будем пробовать Опять ловить на уголек Тут такой вот дырочек Чуренький Желтый Так, взяли монотрон Зеленый На шестиметрах Сейчас посмотрим Что за рыба Вы хороший Дружечка здесь Будешь ловить на уголек Я поставлю юзори У меня летом Хорошо приносил рыбу Сейчас посмотрим Что будет Пока отработал зеленый Черный молчал Уголек Сейчас зайдем Еще раз попробуем Сто процентно сюда Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Главное мне делать острый угол И выкачивать Вот под таким углом А если сильно вверх подымать То... Можно сломать балку Так, вот поводок Аккуратно только Смотри, руку береги Авторники Схватил Ну что, палочка достойная Пошла отлезда Так, ты посмотри Там, что там вообще есть Ничего там нету, да? Так, сейчас попробуем пробить еще горизонт Первую дорожку мы сделали ближе Корягом, скажем так Вторую чуть подальше Первая дорожка была где-то Семи с лишним метров Вторая там уже Ну, на границе с 7, то есть 6 и 8 Сейчас пробиваем горизонт И попробуем, ну, найти его Сейчас еще раз пройду ближе к корягам Поставим более... Ну, глубоководные приманки Хотя эти тоже дотягиваются Ну, поставим сейчас трон Это на Сальма Фридайвер Копия И приманка другая Может быть соблазнит И идет поувереннее По данной глубине Так, меняем приманки Ставим трон Я поставлю зеленый, наверное Ставь или белый С красной башкой Или черный Еще раз проходим Как прошли первый раз Первую дорожку я на видео не показал Проходим по глубже По семи метрам с лишним Здесь ближе к корягам Причем совсем близко идти Немного опасно Там где-то коряжка лежала Вот данная палочка Дайва Прорекс Икс-45 Да, 165 грамм Она вот для агрессоров И для тронов Ну, скажем, на пределе То есть ей можно как поработать Но вот она сильно Особенно при Да, моей проводке Качели, которые я делала Она вот сгинается довольно-таки Прилично А под остальные приманки Типа бандиты И какие-то другие там Она вполне подходит В принципе она и подходит Ну, с таким с напрягом Видно, что она так напрягается Но палочка имеет хорошую чуйку И хорошо вяжет Так, ну что, очередной пролет Пойдем куда-то Чуть выше поднимемся Вдоль тех коряг пройдем Сейчас сменим место Попробуем найти в другом месте Здесь что-то как-то Три дорожки Ни одной поклевки И горизонты поменяли Ничего не помогает Приманки Может быть просто рано Выход будет чуть позже Такое бывает А рыбак срывается с места Выезжает Но сейчас не тот вариант Потому что Стабильности никакой нету И у него выходы Могут быть Их может быть Вообще не быть На определенных точках Поэтому мы будем искать Где наткнемся Там будем ловить Закончится клев Переедем на другое место Но повторюсь Возможно Он будет и чуть позже Так ладно Пойдем чуть В другое место Оставь Оставь трон И сейчас пройдем Сначала вдоль коряг Там по ямке Там можно и агрессоры Попробуем поставить Короче Меняем точку Итак Сменили место Приехали под высоковольточку Не доезжая ее Попробуем здесь Сначала попробуем По глубине Вдоль берега пройти Это в районе 6 метров А дальше посмотрим Нацеплял какой-то гадости А здесь кстати дальше судачок стоит Под нами где-то Сейчас далеко уходить не будем Наверное Здесь пройдем А еще Скочила Нацеплялся Под нами где-то Показался Под нами где-то Нацеплялся Здесь уже Нацеплялся я как начну косить судака оба красиво прям начал сбрасывать и клюнул на сбросе лески об я начал подвисать так нам подумал очень крупно такой юзурик верил я в него очень хорошо светится так просвет юзур иногда очень хорошо вручает у нее игра своеобразная лопата острая но за и он так пылит хорошо да по дну и но игра у нее принципе реально отличается от бандоса иногда данная приманка делает рыбалки ладно попробуем еще раз есть прям вообще прям тик какой приятный щелчок юзурик а как работает юзурик разловил слушай в одном и том же самом месте этого мужика под жопой давай быстрее 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 я тебя жду я готова смотри чтобы его не сбил напротив лодки давай 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 заводи есть я что не знаю если не багр то очень хорошие я думаю багр это странно тонна меня давай 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 стакан стакан у наверно бага к сожалению нет не багр а ну под этот подгалстук прижим опять фиолетовый 5 и зорик вручает уже спиток набили пока без трофеев и так вот он пока лидер этой рыбалки фиолетовая зуре кристалминал 130 фурнитуру просто ну шикарнейшие здоровые кольца петли воблер не вылетает так следующая дорожка и вот очередной судачок стоит сейчас пробовать его забрать есть фиолетовый и зуре это читерский воблер и друзья мои читерский причем это по-честному с ударом это хорошие но идет наверх странно не маленький и ты мой фиолетовый дружочек так вот такой фиолетовый вот такой судак и зуре кристалминал будем фотографироваться у меня летом работал вот такой зуре кристалминал 130 очень хорошо отработал фиолетая что-то как-то недооценил сейчас вот фиолетовый просто косит реально косят приносит рыбу за рыбой трон вот идет рядом но не ловит он какой-то причине или не успевает поймать скажем так сейчас попробую вот еще вот такой поставить может быть вообще делал и в цвете может быть просто фиолетовый но по-любому мне надо будет еще парочку таких приобрести так заходим на следующую дорожку так начинаем мы 6 метров ну уже наверное поняли что я под высоковольткой моя любимая лэп старая заброшенная вот идем посередине 6 и 3 глубина где-то ну начинаем где-то отсюда и заканчиваем где-то на 8 там около 8 скажем так основная масса поклевок конечно по моему происходит у нас там где-то на 7 метров но судак присутствует и здесь вот он стараюсь вам показать не отсвечивала кристалл минова давать по нему немножко пытаюсь вам рассказать сейчас будет слышно так от двигателя стараюсь отвернуться значит его надо подобрать ему наверно определенную его проводку игру чтобы он сильно не подрывал потому что он реально очень сильно копает нужно регулировать отпуск чтобы он вот найдет идет идет сейчас вот раз задевает я даже практически раз не вошелся пищу еще она глубина уже по 7 вот он раз задевает все у меня если много отпущу то он будет сильно рыть и вот так вот чуть-чуть глубина прибавляется и мы еще делаем больше скорость 3 3 3 5 3 километра где-то так вот он чуть-чуть касается он не роет он прям ну как я называют на цыпочках идет на кусочках или касаясь дно или касаясь дна вот здесь стоял судак в этот раз я его забрала скорее всего сом сейчас побольше сброшу 7 и 4 47 перепады ждем поклевку где-то здесь он поклёвывает на их холоде его нет какие-то дриосы стоят непонятные не знаю судак не судак не очень похоже но может быть но себе крутой поклевка 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 вода кстати похолодала еще больше сейчас уже вода температура воды 16 3 вода холодает сейчас судачок должен поклевать получше так ну вот это точно судачок не должен сейчас попробуем его забрать но здесь в точке стоят вот они вот эти косы при горке так я что-то зацепил а не все освободился на дне очень много мешков сейчас дойдем до этого места где-то вот здесь по идее должна быть поклевка вот он вот он как раз где я вам показывал стоит там и кстати стоит несколько но не крупно это он был отпускать пусть растет так его тебе наверно просто плохо дотягивается до так здесь что какой-то затишье сейчас у нас не берет уже не на фиолетовый никакой но пойду текает но очень осторожно возможно мы его шуганули сейчас попробуем съездить поменять вот такое место и вместе говорите на те же самые приманки так кого-то по течению взял хорошие 5 и 5 глубина если не богат туда но не богат воблер черный уголюк так вот такой вот красавица так зараза широкий дэй не надо влезть рука не надо Продолжение следует... Продолжение следует...